Человек, прочитавший Суру Кахов в пятницу, если он прочитает часть Суры, то он получит награду за ровно то количество, которое он прочитал. Если это в совокупности 20 аятов, то он получит награду за 20 аятов. Прочитавший всю Суру, он получит награду за прочтение всей Суры. И поэтому, если у человека в связи с работой нет возможности полностью прочитать Суру Кахов, то он может прочитать столько, сколько он может. Но читать непосредственно 10 аятов в начале и 10 в конце с убеждением того, что засчитается полностью чтение всей Суры, Аллаху Алим не слышал ни одного текста, указывающего на то, что ему защитется как полная Сура. Это есть некое предупреждение людей, либо же некое облегчение, которое они для себя делают. Например, пост в месяц Рамадан. Три дня в начале и три дня в конце, и это достаточно, либо же засчитается, что он постился. На самом деле, человек получает за такой пост непосредственно награду за те дни, которые он постился. А те дни, которые он пропустил, без сомнения, он получает за это грех, если он пропустил их без причины. Также в чтении Суры Аль-Кахов человек получит награду ровно за то количество, которое он прочитал. И поэтому, если мусульманин, в зависимости от своей работы, он не смог прочитать, то, иншаллах, как минимум, он получил уже намерение за желание прочитать Су-Суру и получит награду, иншаллах, за то количество, которое он прочитал. Пусть Аллах даст нам больше стремления. Усалаллаху аля Набиину Мухаммад.